Сирия терактов, произошедших в Брюсселе, всколыхнула общественность не только Европы, но и всего мира, заставив и нас в очередной раз обратиться к теме бдительности гражданского населения в рубрике «Мнение Григория Козлова». Поехала с внуком в Москву и уже в метро идти страшновато. И лишний раз ехать уже не хочется. А вы соблюдаете какие-то меры предосторожности вообще? Никакие, а какие меры-то? Я даже и не знаю, какие. В современных условиях при нахождении на улице, в местах с массовым пребыванием граждан, на общественном транспорте, гражданам особо необходимо обращать внимание на внешний вид окружающих. Одежда может не соответствовать времени года, может создаться впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет. Соблюдаете ли вы бдительность на улице? Обязательно. Перехожу дорогу и вообще боюсь посторонних таких людей каких-то подозрительных. Не принимайте от незнакомых людей свертки, коробки, рюкзаки, чемоданы, другие сомнительные предметы для временного хранения и транспортировки. Видно, конечно, людей, которые агрессивно настроены в этом мире. Они и высказываются соответственно. Не испытываете ли вы тревогу в связи с террористической ситуацией в мире происходящей? Из-за этого, знаете, сейчас на самом деле очень торопимся на мультфильм. У нас хорошее настроение. Нет. Вот за 8 месяцев, пока звонков такой тематики, слава богу, не было. Я знаю эту службу, но у меня не было необходимости. Но если будет, вы позвоните? Обязательно позвоню. 1-1-2. Знаю. А при обнаружении подозрительных предметов не приближайтесь к ним, не трогайте, не вскрывайте. Сразу позвоните в службу спасения 112. Вы знаете, если мало народу, еще, может, как-то видишь. А когда толпа, как там чего поймешь? И даже если увидишь, куда бежать, когда толпа. Вот вчера в метро было очень тесно в течение дня. И не знаешь, куда и бежать. Мы являемся организаторами совместного реагирования экстренных оперативных служб полиции, скорой, службы антитеррора. Когда у нас на Гурьяново взрывали, Европа-то даже не подозревала, что это такое. Они тогда над нами посмеивались, что вот якобы мы не можем найти общего языка с Кавказом нашим и так далее и тому подобное. Вот сейчас у них там происходит, и слава богу, что у нас вот как раз таки пока вот в силу того, что мы давно с этими национальностями работаем, стараются вот все-таки наше руководство их каким-то образом уважать и погасили этот пожар в Чечне. Я считаю, что вот мы многого добились. Вы считаете, что наша политика в этом отношении успешна, да, чем в Европе? Ну, я считаю, что наши в свое время, вот лет 10 назад, они уже сделали вот эти усилия, чтобы какой-то компромисс достичь с ними. Потому что мы, исламский мир, это разные вещи, и какое-то должно быть уважение. Скажите, не испытываете вы сейчас тревогу, напряжение по этому? Конечно. Потому что я бывший военный, знаю, что это такое. Что, как говорится, мир должен быть всегда, а там, где мир, там и добро. Потому что надо жить в мире. Там, где мир, там и цветы, там и дети. А что может вызвать подозрение у вас? Ну что, ну сумка вот лежит, и все. Ну что еще? А вы будете сами смотреть, или все-таки слышал? Да нет, конечно, позвоню. Я грамотный. Всем спасибо, ребят.